Добрый день, дорогие друзья, в моем видеоролике я расскажу вам о судьбе и творчестве Олега Янковского, советского и российского актера театра и кино, кинорежиссера, народного артиста СССР. Олег Янковский родился 23 февраля 1944 года в поселке Корсакпай Казахской ССР, род Янковских имеет белорусские и польские корни. В 1951 году семья перебралась в Саратов, а в 1953 году отец скончался. Иван Янковский любил театр, искусство, музыку. Мать, Марина Янковская в юности мечтала стать балериной. У них была большая библиотека, которую собрал отец и сумела сохранить мать. Когда семья переехала в Саратов, увлечением сыновей стал театр, старший Ростислав занимался в кружке художественной самодеятельности, средний брат Николай в театральном кружке. Ростислав, окончив театральную студию, стал работать в местном театре, а в 1957 году он перебрался в Минск, где начал играть на сцене Минского русского драматического театра имени Горького. Чтобы избавить мать от части материальных забот Ростислав забрал к себе 14-летнего Олега, который как раз закончил седьмой класс. Мать переживала из-за отъезда сыновей, и как только появилась возможность, Олег вернулся в Саратов, где окончил школу. После школы собирался поступать в медицинский институт, но случайно увидел объявление о приеме в Саратовское театральное училище. Приемные экзамены уже закончились, но Янковский решил узнать о правилах приема на следующий год и зашел в кабинет директора. Тот только спросил фамилию и сказал, что Янковский зачислен. Как выяснилось спустя несколько месяцев, брат Олега, Николай, втайне от семьи решил поступать и прошел творческий конкурс. Любящий Олега Николай не стал разлучать его со сценой. Олег Янковский на втором курсе училища познакомился с Людмилой Зориной, которая училась на курс старше. Вскоре они поженились, в этом браке родился сын Филипп. После училища Зорину пригласили в Саратовский драматический театр, она настояла, чтобы Янковского тоже взяли туда. Людмила быстро стала звездой театра, Олегу же сначала доставались лишь эпизодические роли. В кино Олег попал почти случайно. Саратовский театр драмы находился на гастролях во Львове, актер зашел в гостиничный ресторан, где расположился режиссер Владимир Басов и члены съемочной группы будущего кинофильма «Щит и меч». Жена Басова, Валентина Титова, заметив за соседним столиком Янковского сказала режиссеру, вот сидит юноша с типичной арийской внешностью. Басов согласился, что молодой человек подошел бы идеально, но он, конечно, какой-нибудь физик или филолог. Встретив вновь Янковского на Мосфильме и узнав, что он актер, Наталья Терпсихорова, ассистентка Басова, предложила его кандидатуру режиссеру. Так Олег Янковский был приглашен в свой первый фильм. В этом же году сыграл красноармейца Андрея Некрасова в драме «Служили два товарища». На съемках этого фильма актер встретился сразу с двумя звездами, Роланом Быковым и Владимиром Высоцким. После выхода фильмов «Щит и меч» и «Служили два товарища» он стал знаменитым. Саратовские зрители стали ходить в театр на Олега Янковского, он стал получать серьезные роли, как классического, так и современного репертуара. В 1972 году сыграл в фильме «Гонщики», картина была снята как реклама экспортного варианта автомашины «Москвич-412». В 1973 году по приглашению Марка Захарова Олег Янковский перешел в Московский театр имени ленинского комсомола «Ленком». В кино в эти годы актер создает много интересных образов, бескомпромиссного порторга Соломахина в премии, следователя Воронцова «Длинное, длинное дело», декабриста Рылеева в фильме «Звезда пленительного счастья», полярника 72 градуса ниже нуля. Заметной его работой середины 70-х годов стала роль отца в фильме Андрея Тарковского «Зеркало». Также в фильме сыграл маленький Филипп, сын Олега Янковского. В 1976 году Марк Захаров приступает к съемкам телефильма «Обыкновенное чудо», в роли волшебника Захаров видел только Янковского. Волшебник Олега Янковского не потерялся на фоне мужественного обаяния медведя Абдулова, фееричной гротескности короля Леонова и нежного очарования принцессы Симоновой. Далее следуют фильмы с участием Олега Янковского «Мой ласковый и нежный зверь, мы и ниже подписавшийся, тот самый Мюнхгаузен, филер, влюблен по собственному желанию, поцелуй, полеты во сне и наяву, храни меня, мой талисман, ностальгия». В 1983 году Италия выставила фильм «Ностальгия» на Каннский фестиваль с расчетом на золотую пальмовую ветвь. Но фильм приза не получил, Тарковский обвинял во всем Сергея Бондарчука, который входил в жюри. Руководство Газкино СССР требовало, чтобы Тарковский вернулся в страну. Режиссер решил остаться в Италии, ностальгия была запрещена к показу в СССР. Актер снялся в фильмах «Дом», который построил Свифт, «Убить дракона», «Цареубийца», «Паспорт» также сыграл одну из главных ролей в дебютном фильме венгерского режиссера «Мой двадцатый век». В начале девяностых в стране все рухнуло, кинопроизводство в том числе, — вспоминал Олег Янковский. По приглашению режиссера Клода Режи он на полгода уехал во Францию, где участвовал в международном театральном проекте. Работая во Франции, узнал, что стал народным артистом СССР, его фамилия стояла последней в списке, Янковский — последний из актеров СССР, кто получил это звание, у него это вызвало иронию. Он шутил, что после введения этого звания в Советском Союзе первым его получил Станиславский, с кого начали и кем закончили. В 2000 году Олег Янковский поставил собственный фильм «Приходи на меня посмотреть», — в 2006 на телеэкраны вышел сериал «Доктор Живаго», в котором Янковский сыграл главную роль, в 2008 сыграл митрополита Филиппа в фильме «Царь». В конце 2008 года стало известно, что Олег Янковский тяжело болен. Последний спектакль «Женитьба» с участием актера состоялся 17 февраля 2009 года, он вышел на театральную сцену и навсегда попрощался со зрителями. Олег Янковский ушел из жизни 20 мая 2009 года на 66 году жизни в одной из московских клиник после болезни. Награжден Орденом за заслуги перед Отечеством IV степени за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства. Орденом за заслуги перед Отечеством II степени за выдающийся вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства. Лауреат государственной премии СССР и двух государственных премий Российской Федерации. В сквере у Саратовского драмтеатра установлен памятник Олегу Янковскому. Дорогие друзья, благодарю всех вас за внимание к моим видеороликам. Всем удачи, здоровья и благополучия. Субтитры создавал DimaTorzok